На льду спорткомплекса «Юбилейный» состоялось упорное противостояние «Динамо» и «Лока». За неделю без матчей хоккеисты соскучились по игре, поэтому два сражения прошли довольно энергично. О результатах двух игр рассказывает наш корреспондент. Первая игра началась с преимущества хозяев льда. Белоголубые заметно чаще бросали по воротам гостей. Впрочем, к середине периода ситуация на площадке стала абсолютно равной. Ярославцам удалось создать действительно опасный момент. Итог периода 2-0 в пользу «Динамо». Хорошая игра. Пытаемся много притинговать, чтобы они ошибались. И из-за этого много моментов у нас появляется, чтобы забить гол. Второй период ярославцы начали агрессивно, завладев преимуществом. Активность «Лока» получила голевое воплощение на 28-й минуте. Спустя пять минут ярославцы сравняли счет после результативного броска 2-2. Мы приехали в усеченном составе немножечко. Надо было поговорить с ребятами, донести до них то, что нам нужно доказывать. И неважно, в каком составе мы приехали, с кем мы приехали, мы все равно одна команда, которая должна выигрывать каждый матч. За четыре минуты до «Сирены» белоголубые получили супербольшинство на 25 секунд игры в формате 5 на 3 и обошлись без гола. После этого овертайм стал неизбежностью. Дополнительная пятиминутка стала продолжением третьего периода. «Динамо» была острее, но дивидендов это не принесло. Итог 2-3. Повторную встречу с «Лока» динамовцы начали в том же составе, что и накануне. К седьмой минуте на табло горело 0-2 в пользу ярославских гостей. Железнодорожники владели инициативой, но преимущество не выглядело тотально. Шанс сравнять динамовцы получили, забросив штрафной бросок. В раздевалке команды отправились при счете 1-2. После перерыва «Динамо» захватила контроль над шайбой, активно прессингуя локоть. Тем не менее забили гостя, выскочившись за спины защитников. Динамовцы добились своего только под занавес периода. Олег Зайцев идеально выложил шайбу на пятак, куда ворвался Егор Брызгалов и не оставил шансов в артарю локоть 2-3. Все выкладываются, все бьются. Как-то так. А почему все-таки не удалось сохранить защиту во втором периоде? Плохо уводим шайбу из зоны, допускаем много удалений, брака много. Нужно исправлять. Дебют третьего периода прошел под знаком удалений со стороны обеих команд. При игре в неполных составах Дмитрий Злодеев послал шайбу то ли во внешнюю, то ли во внутреннюю перегладину ворот железнодорожников. Просмотр этого эпизода занял несколько минут судейского решения. Гола нет. А несомненный гол забил Егор Самочернов, использовавший большинство ярославцев. Предпринятые командой Ярослава-Люзенкова попытки отыграть успехом не увенчались. В заключительном домашнем матче регулярки «Динамовцы» потерпели поражение со счетом 2-4. Продолжение следует...